Добрый вечер! Приветствую всех зрителей телеканала «Губерния». Вновь программа «Место встречи». С 28 октября по 17 декабря проходит Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Как говорится, у искусства нет границ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я с удовольствием представляю гостя нашего сегодняшнего эфира. Анатолий Майоров, заслуженный работник культуры Российской Федерации и председатель жюри Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России». Здравствуйте! Здравствуйте! Чем этот фестиваль уникален и не похож на другие? Почему? Ну, во-первых, это первый за многие уже годы такой масштабный фестиваль состояния народного художественного творчества. И, естественно, все участники очень активно готовились к нему и показывают достаточно интересные программы. Ну, я думаю, что цель была прежде всего посмотреть, а что же происходит у нас в сфере культуры, поскольку много лет, в общем-то, мы вот такого масштабного анализа не делали. Вот. И вот первые итоги этого фестиваля говорят о том, что, в общем-то, народная художественная культура жива, она развивается, она, конечно, претерпела какие-то свои преобразования, но вместе с тем, в общем-то, она сохранила лучшие свои черты, традиции и продолжает развиваться. ПЕСНЯ 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 Самарская земля всегда была богата на таланты. И из 37 муниципальных районов мы увидели творческие коллективы. Стоит отметить, что не профессионалы участвуют в этом мероприятии. Да, главная цель фестиваля – посмотреть любительское художественное творчество. Это красной нитью прописано в положении фестиваля. Что именно коллективы, находящиеся при районных домах культуры, городских, государственных культурных образований. И это составляет основу всего фестиваля. А как вы оцениваете уровень выступлений коллективов? Уровень, естественно, различный в каждом муниципальном образовании. На это есть свои и объективные, и субъективные причины. Но в целом, мы сейчас на сегодняшний день просмотрели 17 районов, и из них два города. И складывается впечатление, что в целом, в общем-то, уровень достаточно высокий. Лауреатам будут выделены премии, которые позволят так существенно как-то продвинуть вот эти все проблемы, которые существуют на сегодняшний день в народном художественном творчестве. Ну и отдельным коллективам и руководителям тоже интересно достойно выглядеть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что еще примечательно для этого фестиваля, то, что он проходит на лучших, крупнейших площадках областного центра. То есть в качестве баз для проведения этого конкурса избраны Самарская государственная филармония, Самарский театр оперы и балета и театр драмы. То есть лучших площадок у нас нет. Поэтому это, во-первых, придает статусность самому фестивалю. Вот. И самим участникам, конечно, какую-то гордость выступить на такой крупнейшей площадке. Многие профессиональные исполнители не всегда имеют возможности выступить на этой площадке. А тут жители из какого-то далекого села, там за 300 километров от областного центра, вдруг оказались на этой сцене. Особый почет. Да, особый почет. Но, с другой стороны, и волнуется. То есть многие, конечно, очень сильно волнуются. Они выходят на сцену. И одно дело – это районный клуб, где все знакомо, и стены помогают. И другое дело – там сцена вот такая именитая, где выступали крупнейшие мастера, крупнейшие артисты нашей страны и зарубежные. И там на этой сцене находиться, конечно, волнительно. Ну, я уверена, что все получится у всех коллективов. Кстати, какой коллектив вас удивил? Может быть, уже можете раскрыть секрет? Ну, удивил сказать. Вот нас вот вообще всех очень порадовало фольклорные коллективы. Особенно вот каких-то малых народностей, населяющих нашу область. Во-первых, мы увидели целый ряд старинных обрядов фольклорных, о которых, в общем-то, мало что известно. И это очень ценно, и это произвело впечатление на всех, что вот эти народы хранят бережно свои обычаи, свои традиции, и это дорогого стоит. И я думаю, что вот это вот главное, наверное, достоинство фестиваля. Вот сохранение культурного наследия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленькие участники, детки особую симпатию вызывают. Ну, дети, они всегда умиляют. У нас уже было вот в просмотренных программах несколько таких исполнителей в возрасте где-то 5-6 лет. Ну, конечно, причем надо сказать, что они действительно демонстрировали хорошую выучку, и были очень музыкальны, и, в общем-то, здесь особых поблажек не было, и мы их расценивали как... То есть они на уровне соревнуются со взрослыми коллегами? Ну, конечно, конечно, в общем-то, у них немало достоинств, и подчас даже есть какие-то свои отличительные черты, вот, которые делают их выступления очень значимыми и интересными. Анатолий Александрович, а члены жюри спорят между собой во время обсуждения того или иного номера? Ну, конечно, споры бывают, естественно. Ну, принципиальных разногласий у нас нет. Или вы едины во мнении отдать, скажем, главный приз какому-то коллективу? По многим параметрам мы, в общем-то, едины во мнении, поскольку у нас, в общем-то, взгляды на большинство, так сказать, традиций и проблем, в общем-то, едины. Вот, и, ну, во всяком случае, вот за время работы у нас не было ни одного принципиального разногласия. Какие-то, может быть, мы иногда, так сказать, высказываем точки зрения достаточно различные, но в конце и в итоге обсуждения мы все равно сходимся в едином мнении, и результат общий у нас все равно такой коллегиальный и, в общем-то, единый. А группа поддержки коллективов в зале присутствует? Сильна ли она? Обязательно. То есть каждый район обязательно привозит с собой значительную часть поддержки, которые хлопают активно, иногда даже какие-то плакаты там поднимают. Ну, в общем, все традиционно идет. Вот, и я думаю, что это хорошо, это вселяет, во-первых, уверенность в самих артистах, которые, вот, я уже, как я сказал, очень сильно волнуются на этой сцене и чувствую, вот, что их выступление находит отклик, слышать аплодисменты, какие-то возгласы поддержки, это придает им оптимизм. И последний вопрос на сегодня. Как вы считаете, как сделать так, чтобы этот фестиваль был интересен не только участникам, не только членам жюри, организаторам, а жителям города, простым зрителям, чтобы мы как-то воспевали самодеятельность и народное искусство? Ну, во-первых, у каждого серьезного мероприятия должны быть традиции. Сейчас эти традиции формируются. То есть это первый фестиваль. Наверное, может быть, еще и информационно он не дошел до каждого жителя, допустим, областного центра. Вот. Я думаю, что это вопрос времени. И если вот он будет системным, будет проводиться регулярно, то есть он, несомненно, станет одним из самых популярных фестивалей, потому что там действительно есть что посмотреть. Там очень интересные номера, очень любопытные встречаются артисты самодеятельные, коллективы. Вот. И вообще там есть что посмотреть и что послушать. То есть вот те жители, которых мы сами приглашали, которые приходят уже по собственной инициативе, они все уходят очень довольны. То есть пока что не было таких каких-то критических замечаний в адрес происходящего на сцене. Я желаю процветанию губерниевскому фестивалю, а членам жюри беспристрастных оценок. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. И как всегда увидимся ровно через неделю на телеканале «Губернии» в программе «Место встречи». До скорого нашего свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова